Шалом! В послании к римлянам 11 главе стихе 26 есть такие слова «Весь Израиль спасется». Один из вопросов, который христиане часто задают относительно евреев и Израиля, звучит так. Что имел в виду Павел, говоря «Весь Израиль»? Кто это весь Израиль? Сегодня мы попробуем дать ответ на этот вопрос, но сначала давайте выясним, почему вообще стоит им заняться. Самого Павла вопрос о спасении Израиля не просто интересовал, а мучил. Он настолько страдал от того, что большая часть его собственного народа отвергла Мессию, Мессию Ишуа, и так хотел, чтобы они уверовали в него, что ради их спасения он был сам готов лишиться вечной жизни. Послушайте, что он пишет в 9 главе послания к римлянам. «Истину говорю, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему. Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти». То есть, израильтян. Его отношение к собственному народу было таким же, как у Моисея, который сказал Богу в своей молитве, после того, как народ Израиля совершил большой грех, сделав золотого тельца, уже после выхода из Египта. Моисей молился за народ и сказал так. «Прости им грехов, а если нет, то изгладь и меня из книги твоей, в которую ты вписал». По сути, это отношение самого Ишуа, который был готов остаться оставленным Богом, который сделал это для того, чтобы мы были приняты Богом, как нашим отцом, чтобы мы смогли вернуться к отцу. И, кстати, кто из нас, положа руку настица, может сказать, что живет с непрестанной печалью, с непрестанной болью и мукой сердечной от того, что наш народ не принимает до сих пор, по-прежнему, спустя две тысячи лет, наш народ в целом все еще не принимает Мессию Ишуа. Кто из нас может сказать то же самое о том, что кто-то из его близких родственников не принимает Мессию Ишуа? Я уж не буду задавать вопрос о том, кто из нас готов ради спасения наших близких родственников, не верующих в Господа отказаться сам от веры, а быть отлученным от него, как Павел был готов быть отлученным. Этот вопрос мы даже не будем задавать. Но я это говорю к тому, что сам по себе вопрос этот для Павла, во всяком случае, был совсем не праздным. И я не думаю, что он может быть праздным для нас с вами. Но, конечно, кто-то, может быть, тут не возразит и скажет, ну, ты же понимаешь, Павел-то сам был еврей, поэтому понятно, что он переживал за собственный народ. За неевреев же он меньше болел душой, уж не так уж он переживал за евреев, как за собственный народ. Вот, и я тоже, я не еврей, и меня спасение Израиля, да, оно волнует, но уж совсем не так вплотную, как Павла волновало. Да и вообще, я не Павел, что мне себя с ним сравнивать, каждому своё. Я на это могу сказать, что, во-первых, я согласен, каждому своё сравнивать себя с другими людьми занятия очень неблагодарные, неполезные. Но у меня всё-таки есть два возражения. Во-первых, если вы думаете, что за спасение неевреев, за спасение язычников сердца Павла болело меньше, то вы, мне кажется, ошибаетесь. Потому что в послании Галатам, например, он пишет такие слова «Дети мои», он пишет это не евреям, уверовавшим в Мессию, «Дети мои, за которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос». Здесь речь идёт, конечно, о духовных муках, но, тем не менее, эти муки были совершенно реальными, то есть они причинялись страданиям. Мука духовная или физическая – это мука, то есть это мучение, это не радость. Но Павлу доводилось страдать, кстати, за проповедь Евангелия среди язычников не только духовно. В конце 11 главы 2 послания Коринфянам вы можете прочитать, он перечисляет там физические страдания и физические гонения, которые ему приходилось переносить, как апостолу язычников. Это первое. Второе. Будучи неевреем, мне кажется, вы должны быть заинтересованы в спасении Израиля не меньше самих евреев. И вот по какой причине. Дело в том, что Творец Вселенной заключил с Авраамом, Ицхаком и Яковом свой завет о том, что он будет богом их потомков, то есть евреев. И в рамках этого завета Бог дал еврейскому народу различные обетования, в том числе обещания о спасении. Это с одной стороны. С другой стороны, Бог Израиля, Творец Вселенной, широко раскрыл свои объятия, особенно с пришествием Мессии. И не говорю только с пришествиями, этого тоже. Но особенно с пришествиями Мессии Ишо, он широко раскрыл свои объятия всем людям, независимо от их рас и независимо от их национальности. Однако, если вы, видя эти раскрытия объятия, думаете, что Бог примет вас и никогда не отвергнет вас, то у меня возникает вопрос. Если вы не уверены в том, что этот Бог держит свое слово, исполняет свое обещание о спасении своему собственному народу-первенцу, еврейскому народу, каким образом вы можете быть уверены в том, что Он никогда не нарушит свои слова, данные вам. Этот Бог, если Он нарушает, в принципе, хоть раз нарушил свое слово, Он уже не заслуживает доверия. Все разговоры о таком Боге пустая трата времени. Лучше пойти попить кофе, чем говорить о нем. Таким образом, мы должны с вами понимать, что у нас стоит на кону сегодня. У нас стоит на кону верность Божья. Когда мы говорим о спасении Израиля, мы говорим о верности Бога, в которого верят все люди, или должны верить все люди, евреи и неевреи, независимо от национальности. Верность этого Бога своему слову, надежность этого Бога, от которой зависит, можем ли мы доверяться Ему, доверять Ему свою жизнь. Прежде чем говорить о значении слов «весь Израиль», какой смысл вкладывал в эти слова Павел, давайте уточним, что имеется в виду под спасением. Ведь он говорит, весь Израиль спасется. Что он имел в виду, говоря о спасении? Это очень важно для того, чтобы понять дальше, кого он имеет в виду под всем Израилем. Давайте прочитаем стихи 26 и 27 целиком, причем в их контексте. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников». Итак, вот эти слова. «Весь Израиль спасется, как написано, придет от Сиона избавитель и отвратит нечестие от Якова. И сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их. В отношении к благовестию они враги ради вас, а в отношении к избранию возлюбленные Божии ради отцов, ибо дары и призвания Божия не приложены». Прежде всего, обратите внимание на то, что здесь Павел говорит о тайне, точнее, он открывает тайну. Тайну Божьего плана в отношении спасения евреев и язычников. О ней стоило бы поговорить отдельно об этой тайне, потому что, с одной стороны, как всякая тайна Божья, она нам кажется чем-то парадоксальным, чем-то странным и непонятным, удивительным. А с другой стороны, правильное понимание тайн Божьих жизненно важно для нас. Именно поэтому Павел говорит, «Не хочу оставить вас, братья, в неведении об этой тайне». То есть она нужна нам для нашего духовного здоровья. Но в двух словах она заключается в том, что Бог допустил своему собственному возлюбленному народу, избранному им народу, на некоторое время ожесточиться по отношению к нему и сокрыл своё лицо. от этого народа на время ради спасения язычников, ради спасения неевреев. И когда полнота язычников узнает Ешуа как своего Господа и Спасителя, тогда и сам Израиль, весь Израиль, как мы с вами здесь слышали, спасётся тоже. После этих слов Павел пишет, как написано, и цитирует Танах, «Придёт от Сиона избавитель и отвратит нечестие от Якова, и сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их». Эти слова есть у Исаии, и они находятся в двух стихах. В 59 главе, сначала в стихе 20, и в начале 21 стиха написано так, «И придёт искупитель Сиона и сынов Якова, обратившихся от нечестия», говорит Господь. «И вот завет мой с ними», говорит Господь. Это, в принципе, начало следующего стиха, начало фразы. Но тут на этих словах Павел обрывает стих и в типичной раввинистической манере перескакивает к другому стиху, правда, из того же Исаии, как я уже сказал. В 27 главе, в стихе 9 говорится вот что. «И через это загладится беззаконие Якова, и плодом сего будет снятие греха с него». Тут есть небольшое разночтение, если сравнить цитату, то есть текст в Исаии и то, как Павел дает эту цитату. Есть небольшое разночтение, оно связано с разницей между ивридским текстом Исаии и текстом Септуагинта. Но суть не в этом. Суть в том, что основная мысль, она, что избавитель придет и избавит Израиль от его грехов. Когда мы с вами говорим о спасении, мы тоже имеем в виду главным образом избавление от грехов. Но есть два отличия. Первое, мы имеем в виду, как правило, спасение отдельного человека, а не целого народа. Как у нас принято говорить, я спасся тогда-то или тогда-то, или на собрании пришла семья, и муж спасся, а жена еще не спаслась. То есть человек пришел к Богу, человек уверовал, спасся. Однако в Писании мы, как правило, видим обращение Бога к народу целиком. Например, известная основная еврейская молитва Шма. Шма, Шма Исраэль, слушай Израиль. Не слушайте евреи, не слушайте израильтяне, а слушай Израиль, весь народ, в целом, все потомство Авраама, Исхака и Якова. Это первое отличие. Второе, ни Исайя, ни остальные пророки не обещают Израилю чисто духовного спасения, то есть спасения только от грехов. Конечно, первое избавление, национальное избавление, о котором мы читаем с вами в Таре, это было избавление от ангела-губителя, проходившего мимо домов в Египте. И благодаря крови пасхального ягненка оно и совершилось. Но вслед за ним сразу было физическое избавление от рабства фараона и от армии фараоновой. Эти два события идут сразу одно за другим, и во время праздника Песох мы празднуем оба эти события. И то же самое, что интересно, то же самое мы видим с вами и в Новом Завете. Это не только такой, так называемый, ветхозаветный феномен, это не что-то, что в прошлом. Нет, в Новом Завете мы с вами видим точно то же самое. Посмотрите первую главу Евангелия от Луки, где Захария, отец Иоанна Крестителя, пророчествует своему новорожденному сыну, своему первенцу. Там написано, он исполнился Святого Духа и пророчествовал такие слова. Он сказал, благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ свой и сотворил избавление ему и воздвиг рог спасения нам в дому Давида отрока своего, как возвестил устами бывших от века святых пророков своих, что спасет нас от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас, сотворит милость с отцами нашими и поменет Святой Завет свой. Клятву, которую клялся он Авраму, Отцу нашему, дать нам небоязненно по избавлению от руки врагов наших, служить ему в святости и правде перед ним во все дни жизни нашей. И ты, младенец, обращается он к своему сыну Йоханану, наречешься пророком Всевышнего, ибо предойдешь пред лицом Господа приготовить пути ему, дать уразуметь народу его спасение в прощении грехов. Обратите внимание, что в стихе 71 речь идет о спасении от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас. И дальше он говорит об этом же, что мы будем служить Богу без страха, после того, как он избавит нас от руки врагов наших. А в 77 стихе говорится, дать уразуметь народу его спасение. Какое спасение? В прощении грехов. Они идут вместе. И всегда идут вместе. Это два аспекта одного и того же действия Божьего. То есть Бог сказал еще Моисею, что послушание народу принесет ему благословение, которое включает в себя и победу над врагами, а непослушание принесет проклятие, в том числе и поражение. Поэтому в еврейском сознании спасение никогда не является исключительно духовным или не делится на чисто духовное и чисто физическое. Понятно, что у него есть разные аспекты, но в Танахе спасение или искупление это всегда что-то всеобъемлющее, целостное, имеющее отношение ко всем сферам жизни. И оно дается в конечном счете, повторяю, не только отдельным людям, оно дается народу в целом, Шма-Исраэль, оно дается всему народу Израиля. И поэтому Павел, хотя он и цитирует стихи, говорящие только о прощении грехов, это совсем не означает, что спасение Израиля, о котором он говорит, включает в себя только прощение грехов. Наоборот, поскольку Павел был воспитан на Танахе, а не на христианских богословских учебниках, он не отделял один аспект от другого. Поэтому упоминание им духовного аспекта искупления, прощения грехов, просто означает, что все обетование остается в силе целиком, включая и физический его компонент. Уж если он говорит о снятии грехов из Израиля, то само собой разумеется, что, конечно же, и физическое избавление, избавление от врагов, от ненавидящих нас, тоже будет исполнено. Так вот, о каком спасении Израиля идет речь, о том, который предсказывал и Моисей, и все остальные пророки после него. Спасенный Израиль, это Израиль, подчиняющийся власти своего царя, помазанника Божьего, Мессии. Это Израиль, живущий по заповедям Тары и исполняющий свое призвание народа священника. Это Израиль, возносящий Богу хвалу, как священник, и как хадатай, хадатайствующий перед Богом за другие народы, за народы всего мира. Это Израиль, являющийся светом для этих народов и являющий этим народом Бога и его царство. И принимающий, соответственно, также и их благодарность за свое служение и уважение со стороны этих народов, за свое служение священническое этим народам. Картина, которую рисуют нам пророки, которую я сейчас вкратце в двух словах обрисовал, конечно же, она очень далека от того, что мы с вами имеем сегодня. Конечно, иногда можно услышать и сейчас, что мы свет для народов, мы евреи, мы Израиль, свет для народов. В конце концов, посмотрите, сколько евреи являются лауреатами Нобелевских премий по химии, по экономике, по физике, по математике и так далее. Сколько технологических новшеств уже дал и продолжает давать всему миру государство Израиль, новшеств, которые применяются не только в компьютерных, в сфере компьютеров, но и в медицине повсюду. Что на это можно сказать? Это всё замечательно. Однако, во-первых, пророки говорили о том, что из Сиона выйдут не информационные технологии, хотя это замечательная вещь, информационные технологии. Пророки говорили о том, что из Сиона выйдет слово Господне. Израильские экспортные технологии это прекрасно, но Бог ожидает от нас другого экспорта, экспорта святости, страха Божьего, жертвенной любви Мессии и силы Святого Духа. Причём, Он ожидает от нас некоммерческого экспорта, всего перечисленного мной сейчас. В отличие от коммерческого, который сейчас имеет место быть, из Сиона. Это первое отличие нынешней реальности от пророческого видения. Второе отличие. Наше технологическое лидерство в каких-то сферах вообще не гарантирует нам спасения от наших врагов. Я рад, что у нас есть система противоракетной обороны, которую мы называем железный купол, кипат-барзель, железная кипа. Она успешно сбивала ракеты Хамаса во время последней войны и тем самым спасала людям жизни. Это так, и слава Богу за эту систему, и замечательно, что она есть. Однако даже эта система не работает идеально, и она не избавляет нас от военной угрозы полностью. И даже если бы мы были защищены стопроцентно в военном отношении, в мире по-прежнему столько антисемитизма, что говорить об исчезновении врагов и говорить о признании со стороны других народов нас как равноправного народа пока рано, к сожалению. Итак, мы говорим о спасении Израиля. Точнее о том, что имел в виду апостол Павел, говоря, весь Израиль спасется. Кто это? Весь Израиль. Это все евреи, жившие когда-либо и где-либо. Это 144 тысячи, упомянутые в книге Откровения Иоанна Богослова. Или это вообще все, кто верит в еврейскую мессию, и потому является духовным Израилем, то есть и евреи, и неевреи. Об этом наша следующая программа. В следующей программе мы уже вплотную подойдем к вопросу, кто именно является всем Израилем, и, надеюсь, ответим на этот вопрос. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok